Когда я был маленьким, да, меня все называли американским шпионом. Я говорю, почему? Я там дрался в школе защищать. Говорят, ты баптист. Вот скоро прилетит самолет, вас увезет. И вот с тех пор у меня вот внутри выработалось такое, как бы, я хочу, ну, в какой-то в хорошем смысле доказать, что мы, как евангельские христиане, мы активные и позитивные граждане нашего общества. И это, наверное, ключевой момент. Да, когда ты говоришь на каких-то высоких, с высоких трибун, да, вот нам нравится, что у вас много детей, что вы воспитываете хорошее поколение. Я говорю, ну, ну дайте нам ход. Если вы идете по линии МВД, там выше майора не прыгните, потому что там скрытая форма. Если в военных направлениях тоже дальше, там, наверное, старшего лейтенанта не продвинетесь. Если по государственной службе тоже все закрыто и так далее. Я говорю, ну, надо научиться с уважением относиться друг с другу. Если мы говорим, что Российская Федерация это не, как сказать, светское государство, то мы должны и на всех уровнях поддерживать вот эту линию. Да, безусловно, они говорят, а посмотрите, что происходит в Украине. Что там вот вы, как протестанты, поддержали анти... Я говорю, вы знаете, каждый народ, каждая страна имеет право на свою такую национальную идею, на свободу и так далее, на самоопределение. Поэтому, учитывая, что мы наследники вот этой Российской империи, вот этот имперский дух живет где-то внутри нас, говорит, ах вы, у окраины хотите от нас там отделиться, мы вам покажем. Поэтому мы с вами должны жить, опять же, не какими-то непонятными утверждениями или историческими концепциями, но смотреть на жизнь со стороны Писания. А Господь повелел, Господствуйте над рыбами земными, над теми, над теми. Но не господствовать над кем? Над человеком, не унижать человеческое достоинство, поддерживать Божий образ в каждом человеке.